Пневмония в чистом виде Вирусно ассоциированный И она формирует сложную систему ассоциаций возбудителей И это связано с развитием местного воспаления Это если мы говорим про ход обычной пневмонии Воспаление в данном случае Оно обычно имеет локальный характер И у этого процесса всегда есть исход Исходов у нас может быть несколько И самый страшный исход, которого мы боимся Это фатальный исход Если мы говорим про инфекцию У зараженных коронавирусом То тут у нас происходит поражение стенок сосудов И происходит поражение клеток крови И исходя из этой информации Мы видим, что легкие у нас не являются Мишенью номер один А у таких пациентов У нас все органы являются органами-мишенями То есть у нас поражаются рецепторы Которые есть не только в легких Но и в сосудах А также в пищеварительном тракте И то, что мы видим на вскрытиях То, что гемоглобин в эритроцитах поражен И как следствие из этого у нас возникает гипоксический синдром А если мы посмотрим исследования наших китайских коллег То мы видим, что люди, которые переболели коронавирусом У них очень серьезные осложнения Данные осложнения касаются не только фиброза легких То есть поражения легочной ткани Но и поражения головного мозга Ухудшения его работы Как следствие этого у нас возникают Определенные психофизиологические проблемы Эти психофизиологические проблемы Сейчас еще не проявляются Потому что прошло очень мало времени С момента выявления нашей новой инфекции COVID-19 Но в дальнейшем, спустя годы и десятилетия Мы будем видеть отдаленные последствия Пандемия данная затронет Чрезвычайно высокую долю мирового населения И это будет являться беспрецедентным Для вируса такого уровня То есть если мы проведем аналогию С другими эпидемиями, которые были И это было там десятки и сотни лет назад То мы видим, что после каждой глобальной эпидемии У нас наступали психофизиологические проблемы Например, испанка, которая поразила В свое время очень большое количество Мирового населения После нее возросло количество случаев энцефалита Также увеличение количества случаев энцефалита Мы видим и после других заболеваний Которые поражали население сейчас Такие как свиной грипп, птичий грипп Эпидемии, которые уже затронули наше поколение Также если мы говорим про физиологические последствия Психофизиологические последствия Мы видим наблюдение депрессии Тревоги, травмы психологические у людей И это связано не только с тем, что они перенесли данное заболевание Но и с тем, что они находились все время в напряжении А вдруг я сегодня заболела, вдруг я заболею завтра А что будет? А я обязательно умру Потому что то, как это освещалось Люди настраивали себя заранее на летальный исход Поэтому все последствия мы не только сейчас видим Но и увидим после Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!